смотри короче у нас есть обычный формат подкастов который мы ведем с ксении где мы в прямом эфире болтаем о всяких вещах и так далее так далее с тобой мы попробуем как раз такой формат подкаст и но который мы сделаем формате видео это будет не просто что я тебя буду чем-то спрашивать интервью то есть мы с тобой будем вдвоем в кадре я буду спрашивать будешь больше отвечать но при этом мы сейчас скажем да почему вдвоем да то есть а мы же говорим сейчас про района правильно будем вот я об этом скажу почему я сам предложил что это будет не интервью не монолог а именно диалог потому что разные люди разные семьи разные взгляды в том числе на жизнь на то что ну как они видят свою идеальный дом идеальный район место жительства да то есть разные факторы которые влияют на выбор района и вот мы с тобой сыграя и будем как люди друг друга хорошо знающие дружище но при этом немножко разной жизнью да то есть у нас разные взгляды и мы с тобой в том числе это и будем обсуждать да то есть кому-то на вот нашем примере когда два вроде плюс минус одинаковых человек одного возраста но у нас все новые разные взгляды на идеальной жизни идеальный дом на идеальный район и это будет показательно короче давай немножко про анонсируем что сегодня мы поговорим про братислава разделим ее не на районы она окрест и как они здесь правильно называются их здесь пять штук и мы про каждый вот окрест понемножечку расскажем потому что информации мало как-то в интернете по крупицам обычно все это собирается но с точки зрения таких местных жителей которые здесь прожили расскажем про свой взгляд как какой район для чего хорош как он там жить лучше в каком я не знаю гулять лучше но опять же плюсы и минусы вот каждого района так с тобой перечислим ну я тебя добавлю даже немножко не то что добавлю что немножко поправлю потому что на самом деле несмотря на то что районов действительно районов 17 5 окрестов это окресты это какие-то области да это рай это районные если мы говорим как микрорайон и район нет это даже не так это административный скорее административный округ в москве да там или в больших городах российских я думаю что украинских примерно то же самое тем не менее эти районы они с одной стороны отличаются друг от друга а с другой стороны они все равно еще похожи друг на друга да то что братья слава это не очень большой город это маленький город это население всего лишь 450 тысяч человек но тем не менее в этих районах разная инфраструктура в этих районах разная недвижимость разные объекты недвижимости разные разная логистика и вот суммарно когда люди выбирают районы до места для проживания люди пытаются выбрать район тыкнута пальцем пальцем в карту вот мне кажется вот это район хорош на самом деле тут выбор района для проживания это наверное сравним с выбором ну если не телефон и да хотя кто-то и телефон выбирают то есть когда люди выбирают себе с телефоном это наверное более грубое сравнение да ну например с машиной вот машины я бы сказал что это более четкий четко такое сравнение да казалось бы у всех машин четыре колеса у некоторых чуть больше бывает да но машины все разные они ведь отличаются не только по цвету уважаемые дамы некоторые не хочу никого обидеть да они отличаются по безопасности и по стоимости и по каким-то техническим характеристикам в общем тут районы братиславы да вместо где жить она также также очень сильно отличается и сделаем это скажем не закажем а я провожу экскурсии в том числе не совсем можно сказать что экскурсии да это какие-то такие ознакомительные поездки по братиславе и по окрестностям братиславы и в словаке есть очень хорошие немножко лучше знаешь словацкий язык есть хорошее слово приглядка то есть да вот как раз скорее это не искусство сколько скорее это приглядка то есть это какая-то такая знакомительная встреча ознакомительный процесс где люди семьи до проезжают я с ними проезжаю по разным районам братиславы и показываю районы но при этом я хочу сказать тоже один интересный момент что сколько таких экскурсий провела я провел немало уже у меня ни одной экскурсии не было повторяющейся потому что то есть я сначала перед тем как провожу эту экскурсию даму я сажусь с семьей и мы обсуждаем их потребности их интересы их потребности что для них важно то есть кому-то очень хочется жить в квартире кому-то необходим дом кто-то привык ездить на машине кого-то даже нет водительского удостоверения а кому-то очень важен центр кто-то любит наоборот природу парк и так далее и несмотря на то что братиславе в принципе в каждом районе это все есть мы сегодня вот расскажу немножко под подробнее об этом но тем не менее даже относительно вот этих вот малых факторов которых я сейчас назвал есть более оптимальные для каждой семьи есть не менее оптимально еще еще тут вопрос еще в цену ценовая характеристика хотя ценовая характеристику я стараюсь никогда не брать потому что даже даже в самом удаленном районе можно найти квартиру за очень дорого и даже в центральном районе можно найти квартиру за очень дешево такое есть да то есть я не занимаюсь поиском квартиры не занимаюсь так называемые риэлторскими услугами сколько загон занимаюсь именно ознакомлением людей с братиславой к сожалению вот еще один момент да я не хочу бросать камень в чужой огород в огород людей которые работают здесь да но к сожалению есть один правильный вопрос люди когда приезжают в брать и славу дают вот они приезжают мы сейчас будем здесь жить и они не успевают задать правильный вопрос который даже они задать а задают этот вопрос им это задают либо компании которые занимаются помощью по переезду это задают какие там риэлторы еще что-то и вопрос звучит так а где вы хотите жить вот гораздо правильнее чтобы этот вопрос задавали как раз то новые жители где нам лучше жить вот я пытаюсь своими приглядками своими показом братислава и соответственно мы вот этим видео покажем расскажем и ответим на вопрос многих я надеюсь многих будущих жителей братиславы где им конкретно вот этой семье с этими потребностями этими увлечениями с этими какими-то своими требованиями лучше жить и опять же для чего еще мы это делаем потому что я помню сам себе когда переезжал ты смотришь так на карту братислава и такой но окей ладно вот стыкнут сюда и правда как вот вижу и правда наугад потому что неизвестный город даже если ты сюда приехал посмотрел все равно какие такие вот подводные вещи я не знаю что типа туда обходит плохо там транспорт а здесь рядом там зовут а здесь рядом я не знаю автострада какая то есть и все равно не знаешь и ты и я вот понял примерно какие мне районы нравится наверно когда прожил здесь там полгодика годик то есть я погулял посмотрел и тогда я начал уже ориентироваться чем более-менее мне подходит все верно вот начинается наши с тобой очень большой сход сходство я думаю что это сходство будет со всеми кто переехал когда-либо и мы не говорим не только про братислава мы говорим вообще про людей даже люди в россии в украине из города в город приезжают они сталкиваются примерно всеми же проблемами а что ты тебе невозможно не посмотрев не подругов этот город выбрать более-менее оптимальный район для себя и как ты говоришь что ты понял через полгода год у меня та же самая история была я приехал сюда один без семьи я здесь пожил год уточню я здесь пожил примерно полгода и уже на момент приезда своей семьи я уже понимал где мы будем жить соответственно я уже снимал квартиру под воссоединение семьи уже в том районе где я который мне понравился и в котором в котором мы сейчас живем а собственно говоря вот то что о чем мы сейчас будем говорить это экскурсия то приглядка который я устраивал для людей а она немножко экономит людям средства потому что вот я думаю что ты подтвердишь это да в моем случае было ровно так каждая снять квартиры она дополнительно путина дополнительные финансовые потери потому что так или иначе ну может быть тебе повезет но скорее всего не повезет и снимешь это с агентом переезды туда-сюда вот это все это понятно переезды скорее всего это агента скорее всего это еще дополнительная плата вот это так называемая кауция который с предыдущей квартиры тебя могут ее и не вернуть и так далее и тому подобное да шанс что ты попадешь с первого раза туда куда тебе надо а на самом деле он не очень большой ну слушай я до этого вот раньше таким подходом и пользовался вот когда и сюда переезжал что первое место жительства у меня на полгода год то есть я не пытался сразу найти знаешь такое идеальное я все равно понимал что ты даже если ты будешь ходить выбирать 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 у тебя так или иначе первое место жительства но скорее всего ты потом а я там лучший вариант а здесь еще какой-то вариант появился и я с тобой соглашусь сидеть но ты один ну да а когда мы говорим про семью с детьми а чаще всего это все-таки где семьи с детьми и не с одним с одним с двумя ребенком да а дети это еще и школы это еще садик то есть если ты выберешь изначально не тот район то дальше твой переезд влечет тому что тебе придется переводить ребенка это дополнительно стресс переводить ребенка школу в новую школу новый садик новый знакомств у него и так еще есть сложности какие там с языком с общением и тут опять заново да то есть дополнительно поэтому когда один человек когда молодая семья до понять что это легче но и опять же мы возвращаемся тоже к потребностям молодой семьи потребности молодой семьи они немножко отличаются от потребностей семьи с детьми молодые семьи вот мы сейчас когда вернемся к районам они скорее захотят жить в центре где движуха либо в каком-то транспортном узле это недалеко от автовокзалов или железнодорожных вокзал для путешествий семьи с детьми очень важно школы очень важны школы-садики до очень важны какие-то парки места для гуляний и наоборот некая безопасность никогда некоторая тишина поэтому вот тут тоже очень важный момент ну окей окей ладно давай тогда с тобой перейдем к делу чтобы не затягивать потому что мы болтать то можем бесконечно долго поэтому давай с тобой перейдем к телу ну начнем я думаю прямо по цифрам первый район у нас район старое место это не первый район на первый окрест назовем это так это братислава 1 это один район и один окрест это единственный окрест в братиславе который занимает все лишь один район это старое место это центральное это некое историческое ядро и соседние скажем так улицы соседние районы да это место где с одной стороны очень мало магазинов причем магазинов имеется в виду сетевых продуктовых здесь на окраине есть несколько торговых центров да но опять тоже то есть это это район для тусовки это район для гуляния для ресторанов для если прогулки то это по набережной да то есть это центральный район исторический интересный для тех кто любит для как раз мы говорим для молодой семьи для молодых людей кому нужна одна маленькая маленькой площади квартирка чаще всего это студии потому что чаще всего это старые дома где были не очень большие квартиры то это в район идеальный тусовка недалеко выпил после вечерних прогулок пошел сразу домой не надо никуда ехать но у меня так и получается я в братиславе как раз жил именно в этом районе у меня первая квартира студия была там это как раз вот этом красивом доме на гаевый наград на гаево да это старый фонд там как раз вот эти вот студии все в таком духе и мне как раз что было удобно ты приезжаешь тебе интересен как раз центр города ты вроде бы живешь один транспорт мне был не нужен я всегда ходил пешком потому что у меня вот даже до града от моего от моей квартиры которые не примут в центре в центре такая первая линия скажем от центра ну минут 15 пешком на 20 ладно окей до пешеходного вот этого центра и так далее так далее у меня было 10 минут но при этом опять же из-за того что у меня была не 1 1 линия центра они вот прям самый центр центр на рядом дома рядом с домом было евровее где в принципе все это уже есть и набережные то есть в центре тоже можно найти какие-то такие места где у тебя все это будет под боком но это вот уже такая вот не прямо ядро центра вот я здесь я поправлю немножко ты жил в нижней части этого окреста этого района да вот тот то нижняя часть около дуная да то что немножко получается южнее ближе к дуная от старого места это да это евровее кстати очень интересно что евровее это не она не входит в старое место хотя до строительства евровее до 90 1999 года эта территория была в на территории старого места но потом видимо вот я начал когда разбираться с этим да мне тоже интересно было видимо по каким-то законам решили вывести торговую площадь из старого места то есть вот та часть там у тебя рядом или дал и рядом еще била недалеко еще один била евровее вот площадь на камень каменной намисти и там вообще больше еще один торговый центр здесь да здесь это чай в этой части старого места есть жизнь есть инфраструктура именно торговая но мы говорим про весь район торговую часть на старое место а старое место вот еще в другую сторону из отграда пойти это славин это горский парк и так далее то есть вот в этой части здесь наоборот здесь очень маленький тон узкие улочки и все серпантином а здесь физически нету места куда воткнуть какой-то магазин но вот я на себе почувствовал опять же потому что у меня следующая квартира где я жил она тоже была старое место но это уже вот это получается северная часть это улица пражская где же до вокзал там уже ничего нету то есть у меня ближайшие била в татар центре который где президентский дворец до нее идти пешком минут 15-20 рядом маленькие магазинчики в 10 минутах ходьбы типа малины и так далее так далее да ты вроде бы недалеко от центра находишься и также живешь старом месте но инфраструктуры у тебя никакой нет ну да есть горский парк где ты можешь погулять а вот в остальном уже вот не хватает вот поэтому из старого места где есть все мне больше понравилось тот район потому что у меня здесь центр под боком и вроде бы как вот все это рядом тоже старым ящик все районы несмотря на то что у них есть какие-то отличительные части но все районы даже каждый район внутри себя очень разный то есть есть и какие-то так называемые много квартирные многоэтажные многоквартирные дома да вот например в нижней части старого места а верхняя часть там уже меньше меньше дома там основном коттеджи в там основном индивидуальное строительство и не просто так именно в этой части находится все посольства все большие министерства консульства и так далее ну и и там соответственно самая дорогая недвижимость но там еще дорогой недвижимости я так понял что ну во первых из-за того что сидишь на горе типа такой виды прекрасно досмотришь там на австрии так далее так далее и местные мне рассказывают что там очень ценится вот эта территория потому что роза ветров у них обдувает у них всегда свежий воздух хотя в этом опять же есть такой минус потому что там все время вот продувает ветер у меня как раз продувает давай мы об этом но это еще не вернемся тут вообще в нескольких районах и я об этом скажу что когда мы дойдем до таких современных башен да там совсем интересная ситуация ну про этот район я думаю что мы рассказали да и если мы сейчас рассказали про инфраструктуру а еще тоже очень интересный момент в старый мест да несмотря на то что он весь такой очень компактного большой но компактный в плане того что очень много места занимает именно домики маленькие домики коттеджи и нет то место куда вот какие-то торговые площади но при этом одна из центральных куполин города братиславы находится в старом месте недалеко от горского парка это такой большая открытая несколько открытых бассейнов сейчас как это как не никогда актуально вон короче смотри получается что потусить погулять ресторанчики и так далее так далее опять же из-за того что это старый город с парковкой будет проблема то есть если ты ищешь квартиру тебе и у тебя есть машина тебе нужно или паркинг или место там как-то выкупать бронировать и все в таком духе вот кстати насчет парковки тоже важный момент потому что в центре я не знаю где бесплатно парковку есть места знаешь не рядом с домом скорее всего места где уряд где есть парковки в центре на данный момент хотя вот за последний год у нас быть и славе мэр урбанист матушвала и собственно говоря все старосты то есть это главы районов они прям очень сильно к нему прислушиваются такие тоже все молодые и саре место идет передовиком вообще всех районов с каждым я не скажу что с каждым месяцем но с каждым кварталом точно объявление что вот еще одна территория закрылась для бесплатных парковок и тоже будет платная раз-два-три с другой стороны что аренда квадрат площади под машину на самом деле брать славе не так дорого стоит в год это стоит по моему порядка по 150 или 200 евро я могу ошибаться но примерно такие цены поэтому несмотря на то что у меня есть машины я яркий такой автолюбитель но я придерживаюсь того мнения часто захейтят да что если ты хочешь ездить на машине то это должно быть дорого ты должен понимать что машина это дорого если ты купил машину то ты не купил рядом с ней у города 10 квадратных метров куда ты будешь ее парковать нет 10 квадратных метров куда ты паркуешь это все равно не твоя еще территория ее надо тоже купить поэтому да с парковками здесь втором месте сложнее третий момент который тоже очень очень сильно который смотрят влияет при выборе районов это образование для детей в старом месте находится несколько самых сильных школ образовательных детских образовательных учреждений прежде всего это школа гимназии на грослингово как раз вот это рядом с голубой церковью прекрасно архитектурный ансамбль этому когда не как-нибудь расскажем следующий раз еще очень сильная школа в старом месте уже с другой стороны замграда там тоже хорошая школа вообще то есть несмотря на то что старые места редко выбирают для жизни потому что это все-таки дорого но в плане образования здесь самые дорогие то же самые центральные самые как это самые престижные школы брать славы находятся ими здесь ну попасть в них очень сложно попасть в них конкурсы в них обязательные знания языков и так далее но тем не менее для родителей это очень важно поэтому не сказать об этом я считаю что мы не можем давай смотри со старым местом разобрались какой следующий район возьмем подавай по порядку братислава 2 это ружина в это три района внутри окреста братислава 2 ружина в ракуня и по дунайской бескупица это районы уходящие на восток именно утром по прямой на восток самый большой из них самый известный это ружина в он очень большой тоже это один из самых самых больших районов братиславы абсолютно разные то есть граничит с одной стороны со старым местом и с другой стороны про это окраины братиславы куда еле-еле доходит бритисовское метро то бишь трамваи электрички в ракуня и под дунайской бескупицы это дальние совсем удаленные районы это немножко района с такой истории относительный да то есть под дунайской бескупицы находится на это самое страшное место которым пугают всех людей которые не знают словакию это знаменитый жилой комплекс если сказать по-современному на улице ставбарская под названием петок пентагон то есть пентагон это место где в 70 80-е годы был общежития строителей я собственно грабр эти славы завода нефтеперерабатывающего завода словно а дальше это общежитие переросло в такую небольшую цыганским населением было заполнено сейчас там на самом деле все спокойно да там тоже есть неблагоприятный контингент назовем это так но такого чтобы страшиться и ругаться мне кажется в 90-е годы когда предлагали людям пройти по северному черта нового это было гораздо страшнее короче тут самое главное этого внимания держать потому что я когда переезжал братья славу я тоже ну я же не знаю ничего я залез на сайт объявлений смотрю листа и листа попадает квартира прикольная интересная вроде планировка такая хорошая ремонт вроде бы более-менее свеженький и цена ну знаешь раза в полтора меньше чем вот аналогичные только дома о я без врачи до везунчик повезло нужно прямо вот сейчас найти кого-то кто сейчас позвонит мне забронирует и все в таком духе а потом я начал что-то читать смотрите оказалось что эта квартира была прямо именно в этом доме слушай но пентагоне я сам был в этом районе в этом доме это фактически пять домов пять корпусов два из них отреставрирована отремонтирована или как это сейчас правило очень модно говорить по-моему по-московски реновирована там современный абсолютно современный ремонт и входные группы и окон и балконов и общих помещений и три корпуса которые должны были проходить ремонт и вот начиная там с 19 года но там или двадцатом году но вот кризис коронавирус да немножко приостановил но тем не менее да то есть это общественное жилье которое на балансе насколько я понимаю города и город том числе вкладывает деньги в реновацию в ремонт в обновление и в улучшении соответственно качество жилья стоимость этого жилья ну и соответственно когда после после ремонта домов после ремонта вот этих двух корпусов когда там резко подскочила стоимость недвижимости квадрат стоимость квадратного метра то неблагоприятный контингент да то есть люди малообеспеченные люди они сразу что сделали они сразу быстро продали и уехали на купили уже более молодые нормальные да то есть уже с достатком не образовательное дело что там доме это нормально сейчас а а при этом дальше извините перебью давно проводя опять же экскурсии я только один раз за многие экскурсии приезжаем ему дома столкнулся что там вылезли реально это было было выглядело как вылезли вот все цыгане это был март месяц один из первых таких теплых деньков и мы были во время обеда то есть к ним в это время привозят социальная служба еду и вот человек 30 они стояли на одной площади перед этим зданием и было так до людям страшновато буквально мы отъехали от них 100 метров вообще то есть саят дорогие иномарки все чисто все убрано стриженные газончики цветочки на клумбах все прекрасно дети гуляют люди отдыхают дети на самокатах на велосипедах на детских площадках также разбросаны и в детские игрушки что в словакии в братиславе вполне нормально да то есть тут не воруют детских площадок игрушки вот поэтому это не миф но и это очень сильно приукрашенная история это вот мы говорим сейчас про район поддонайская бескупица опять же если так по-честному я бы вот не стал там жить при том что там реновировали что-то еще что-то как душе спокойно но я бы там не стоит ты говоришь про сам корпус пентагона но рядом абсолютно нормальный микро и обычные микрорайоны это раз авто это половина района поддонайская бескупица а вторая половина поддонайская бескупица это вообще коттеджи ну правда такого более простого типа индивидуальные дома и вот насколько он отличается от района в братиславе и там очень много людей живет у меня есть знакомых в несколько знакомых которые там живут и прекрасно когда я к ним приезжаю то есть там ты приезжаешь как на загород большого города где вот такой немножко не могу сказать сравнить с неким американским типом да где вот домик парковка домик парковка домик парковка но вот что-то среднее между каким-то таким совсем американским стилем и европейским что-то такое есть то есть это такой прям уже небольшая деревня в городе на крайне города хотя вот мы сейчас будем дальше рассказывать подобных деревень и в черте братиславы на самом деле очень много это исторически сложилось да я немножко расскажу когда мы придем к следующему окресту вот что касается других районов из братиславы 2 мы сейчас еще тоже немаловажный момент раз мы начали там про какие-то минусы еще что-то говорить есть еще там один момент который ну вот у меня к таким был основополагающим почему нет район никогда не выберу по крайней мере вторую часть там же завод мы я к ней приходу а окей я как раз к не перехожу завод находится на самом деле не в поддунарской бескупицы рядышком ну вообще как человек который занимается интересуется градостроительством да в россии в москве есть капотня да и она тоже стоит в этом месте не просто так потому что когда оставит такие делают розоветра до в большинстве случаев все таки выдувает это все выдувается все мимо да понятно что но этот район прям вот на крайне этого завода слав нафта и понятно что там экология в среднем от там старого места гораздо хуже в это бесспорно она и по стоимости гораздо 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 большая разница опять же я буду это сегодня таким негативным человеком я бы не хотел жить даже знаю что я экономлю и знаю что там рассчитаны роза ветров и так далее так далее на что мне раз в месяц пару раз в месяц роза ветров дует в мою сторону я не могу окна открыть не согласились многие мои наши общие закон особенно те кто живет там это всегда знаешь за но да и ты я мы же не выбрали мы же не живем в этом районе надо тем не менее да в этом районе живут прекрасно не испытывая наверняка какой-то дискомфорт потому что иначе бы они переезжали бы другие районы да есть такой минус еще один минус это этого района именно под у нас к бескопе цену и врагу на соответственно тоже это в том что района очень сильно удаленный то есть это один из самых удаленных не самый удаленный но один из самых удаленных от центра районов да причем сейчас там делают дороги развязки до улучшают транспортную доступность до последнего времени там действительно въезд в этот район через некая такая автомобильная горлышко и с 8 до 9 часов там постоянно такие хорошие пробки по братиславским понятиям многие жители москвы санкт-петербурга там екатеринбурга или украины из киева они бы посмеялись над тем что мы называем здесь пробками потому что это не пробки это затруднение но это понятно мы же все в сравнении же понимаешь когда записал минут можешь в любую точку города доехать и ты в итоге оказываешься какой-то пробки в которой ты стоишь там 20-30 минут у тебя сразу вот до этого огромные гротки там они случаются периодически это факт тем не менее опять же несмотря на то что мы говорим про удаленность да этот район хорошо связано транспортным средством общественным транспортом там несколько автобусов ходят в сторону центра вот я буквально недавно там был ездил там есть автосервис и я чинил машину и доезжал на автобусе сколько минут наверное 30 вот к окраины поддулась к бескульпицы до центра на автобусе без пробок но там даже не столько там на автобус плюс трамвай это 30-35 минут у меня заняло время вот доступность одного из самых удаленных районов братислава но у меня понимаешь еще почему вот я не опять же во первых потому что я без семьи там и так далее так далее почему я не выбираю эти отдаленные районы потому что все равно перечень в город но тебе же интересно тебе хочется почаще там в центре бывать еще что-то потом он может быть там и клёвый да и я кстати когда кое одну из квартир смотрел я смотрел в начале ружиного я чуть туда даже не переехал мы кстати вот про начало ружиного перри перескочили много идеальных районов не то чтобы давай давай перейдем к ружиного тогда ну да 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 раз мы уж там с конца конца начали и сейчас вот к началу до ружина фон очень большой начало ружина ружина в начало ружиного она ничем не отличается от вот той части но может быть только чуть-чуть удаленностью чуть больше удаленности то есть на 5 на 5 10 минут у той части 2 место где ты жил это тоже многоквартирные многоподъездные хрущевские 5-7 этажные там огромный плюс это озеро если мы говорим про логистику это общественный транспорт да то есть там трамваи причем их несколько несколько по нескольким улицам центральным ездит автобусы троллейбусы в плане отдыха там озеро строковец в котором в том числе купаются такую погоду люди соответственно когда прохладнее просто вокруг него прогуливаются то есть это некая такая точка притяжения но этот район очень большой сам ружинов он все внутри себя делится тоже на несколько под районов мы уже не будем их называть вот да многие тоже выбирают его хотя вот мы сейчас будем говорить там по про братислава 3 потом про братислава 4 и я бы сказал что и в том и в том районе бритва в аккреции есть подобные районы такие же большие и такие же так настолько же приближенных старому месту то есть район ружинов он ничем не отличается от допустим района карлова вес в котором живу я а вот нет отличается есть одно отличие это рельефность вот оружие на в поле а карла вес наоборот это рельефный район но слушай вот опять же из своего опыта я когда ездил смотрел и так далее так далее мне показалось что вот начало ружиного это такое прям из братислава если брать чуть ли не самое идеальное место для семьи потому что у тебя и транспорт удобный у тебя и дворы какие-то хорошие зеленые пространства там есть и магазин чеки есть то есть вот мне и по ценам там более-менее адекватно это уже не центр где-то если с семьей там хочешь двух-трехкомнатную квартиру снять она будет вот туда то есть там тоже прайс дороже среднего но он там уже более нет он более адекватный он можно найти ниже среднего и но важный момент все те пунктики которые ты назвал для семьи они ровно также подходят для тех районов которые то что перед этим назвал новое место и карлова вес это то же самое то есть вот три района которые между собой фактически ничем кроме некого расположения на карте братиславы и может быть немножко разной рельефностью они не отличаются хотя хотя нет все таки отличаются когда пойдем к этим моментом по районам я немножко скажу да чем отличаются ну короче я я просто это у меня хороший он да мне выгрузил на него нравится хороший район да и середина ружина удаленная часть уже далековато уже это уже не 10 минут до центра едешь до 20 он просто еще видимо из-за того что он знаешь как-то и ближе к центру и так далее так далее там раньше сделаю ремонт с домами снаружи с фасадами чем в той же вот там петержалки еще что есть он какой-то более обжитой более какой-то вот культурный то есть это знаешь таки 70-80 панельки то есть это не прямо вот такой советский какой-то союз еще что то есть они немножечко покомфортнее как мне показалось ну и опять же вот транспортная доступность что там рядом озеро целом дворы как все это устроено давай какой-нибудь итог такой подведем про ружинов вот по твоему мнению вот район большой ружина если вот разделить на части в каких частях ружина вот и бы смог жить от того вот где тебе больше всего нравится до того где тебе менее всего нравится суши сложный выбор я бы наверное для себя выбрал все-таки центральную часть где есть водоем где больше инфраструктуры для жизни это и магазины и школы и дома и плюс там ружиной кстати в ружиной одна из центральных больниц братислава ружиновская больница находится скорее центральной части часть которая вот так как ты говоришь начало ружиного это тоже это не нужно несколько это более историческая часть это если мы говорим по по архитектуре то есть и так называемый функционализм это двадцатые тридцатые сороковые годы прошлого века соответственно тоже немножко меньше и меньшие жилые площади хотя там строит новые районы новые новые небоскребы строить в том числе да сам вообще в самом самом начале мы забыли про это сказать стоят небоскребы панорама сити скай парк да то есть это это тоже эту это граница ружиного и старого места да и то есть это вот так называемый братислава сити мы же не про это да то есть мы не про современные мы в следующую часть мне кажется что я бы себе бы выбрал для своей семьи выбрал вторую по всей часть посередине а потому что для жизни а именно семьи она более более интересна то есть это и недалеко от центра города и по инфраструктуре уже более развита в современную современную жизнь под нужды семейные школы садики магазины и парки какие-то кур детские умелецкие школы то есть конечно это будет середина середина ружиного ну отлично смотри с тобой мы получается проговорили про 2 но мы будем давай их условно называть районы все-таки ну что-то два кресла они же районы да 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 проговорили с тобой про два района это район старое место это район слушая его все равно называю ружину хоть там вот все что туда он для меня брать слава два оружия в плюс да 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 короче брать слава один брать слава 2 мы вот в таком виде как раз это видео выложим посмотрим на реакцию насколько она нужна насколько она интересно и если она зайдет прям люди скажут что да нам интересно нам хорошо и так далее так далее тогда мы снимем еще продолжение этих видео снимем про брать славу 3 про быть славу 4 расскажем про брать славу 5 6 7 нету так что вот 6 7 это наверное будущее район это всякие игра города приближенные стенец за то что присоединиться и так далее когда брать слава станет миллионником вот они туда присоединятся короче будет на самом деле правда интересно насколько эта тема интересна насколько она нужна и поэтому будем ориентироваться как раз по комментариям которые вы там напишите может у вас есть свой взгляд на вот эти районы про которым перечислили может мы вообще не правы там живете в этом районе абсолютно по-другому как-то видите короче поэтому все зависит от вас будете лайкать будете комментировать мы с олегом снимем еще продолжение по-другому и району до а